Друзья, приветствую вас. Очень приятно вместе с вами сегодня изучать Священное Писание. Наверное, кто-то удивится, пастор, почему вы опять записали проповедь, ведь у нас уже началось богослужение. Действительно, началось богослужение, и мне приятно, что потихонечку-потихонечку на наши люди начинают уже приходить в храм. Но есть те, которые еще не приходят по какой-то причине. Кто-то живет далеко, кто-то еще боится, переживает. Кто-то, возможно, нас в интернете смотрит, присматривается к нам, но еще даже никогда не был в нашей церкви. Поэтому мы все-таки хотели развивать это служение, и поэтому записываем эти проповеди специально для вас, дорогие друзья. Итак, тему, которую я назвал, нашего сегодняшнего размышления, называется «Самое важное». Наверное, кто-то подумает, что для меня самое важное. Кто-то, наверное, скажет, самое важное у нас — это дети. И будет, наверное, прав. Кто-то скажет, для меня самое важное — это работа. И, наверное, никто не будет ему перечить. Кто-то скажет, самое важное — это здоровье. А кто-то скажет, самое важное — это отдых и путешествие. Ну, каждый может для себя определить, что является самым важным. Но я бы хотел поговорить об этом важном деле, или об этом важном даре, который дает нам Господь, в свете Священного Писания, что глазами Бога является для нас самое важное. Я хочу сделать для вас небольшое открытие, что я человек, которому очень сложно всегда дается выбор. Для меня было бы проще, если я приходил бы в магазин, знаете, как в советские времена, в голодные, когда приходишь, и там всего лишь одно масло, один хлеб был. Когда у тебя очень мало позиций. Ты берешь, что у тебя есть. Когда мне приходится что-то покупать, делать какую-то покупку из техники, выбирать, анализировать, сравнивать характеристики, ну, я всегда путаюсь. Для меня вот этот выбор является очень сложным. Хотя я знаю, что есть люди, которые легко, очень быстро принимают решения. Я сегодня буду говорить о том, что Бог нам предоставил самый важный фактор, который есть у меня, и который я где-то обременяю с этим фактором. Но он является важным и для меня, и для каждого из нас. Это возможность выбирать. Самое важное, что дал нам Господь, это свобода выбора. Друзья, из Эдемского сада, когда грех поразил человеческую природу и нашу землю, осталось немногое, что нам принадлежит. Это свобода, мы с вами говорили, это семья, и это свобода выбора, который нам дал Господь. Мы можем выбирать. Поэтому мы видим, что один из первых моментов, когда человек пришел в этот мир, Бог сразу предоставил ему выбор. Бог дал возможность Адаму, чтобы он сам самостоятельно для себя выбрал, какое животное будет как называться. Знаете, как я слушал по радио, ехал в машине одну шутку, которая так говорила, что Бог дал Адаму выбирать какое-то животное, показывает ему тигра, а Адам говорит, это, наверное, заяц. А Господь говорит, нет, наверное, это тигр. И вот они, ведущие, очень смеялись, говорили об этом, как бы, в кавычках выборе, что вроде бы, как бы, нам Бог дает возможность выбирать, но на самом деле уже наперед все для нас решил. Нет. Действительно, в Священном Писании Бог дает возможность людям выбирать. И первое, что делает Адам, он выбирает. Бог дает ему свободу выбора, каким образом называть тех или иных животных. И это потому, что на фоне того, что мы видим на земле, на небесах, произошло восстание. И где как раз поднялся вопрос, что Бог авторитарный, и что Он не дает выбора для человека. Что выбор только вот мы одной колонной идем в Божье Царство. И нету другой колонны, альтернативной. Поэтому мы видим, что уже в Эдемском саду, вы помните, когда Господь создал Адама и Ева, мы видим, что там находится дерево выбора добра и зла. Выбора. Человек мог тогда уже для себя определить, или он пойдет по одной дорожке, по дорожке добра, или же он пойдет по дорожке зла. Мы с вами увидим спустя много столетий, даже тысячелетий, когда мы увидим уже стареющего Моисея, который будет стоять перед границей новой земли, с уже новым поколением, которое должно будет войти в эту землю. Этот стареющий пророк собрал народ между двух гор, горы Зим и Гевал, и говорит, друзья, выберите благословение или проклятие. Эти две горы символизировали вот эти два выбора, которые есть у каждого из нас. Да, дьявол нас поразил, да, дьявол на нас влияет, но мы с вами можем выбирать. Поэтому Господь говорит через Моисея, выберите благословение или перейдите на другую гору, на гору проклятия. Поэтому Бог нам всегда предлагает, жизнь выбирайте или смерть. Вы можете выбрать первое воскресенье, воскреснуть, воскреснуть в первое воскресенье, когда придет Иисус во второй раз, или же мы можем выбрать, это наш выбор, друзья, когда люди отвергают Бога, не хотят его принимать, это их выбор, выбрать воскреснуть во второе воскресенье, воскресенье суда, когда Господь будет судить и совершать возмездие над теми, кто принял сторону сатаны. Пилат, когда судил Иисуса, он думал, что это он принимает решение, и от него зависит судьба Иисуса. На самом деле, как и мы с вами, он также стоял перед выбором, Варава или Христос. Иисус, он мог бы также избрать для себя путь, путь гибели, как символ Варавы, и путь жизни, который Бог ему предоставил. Но Пилат не воспользуется этим возможностям. Почему для Бога этот дар, наш выбор является самым ценным? И почему дьявол на этот дар пытается посягать всяческими силами, лишить нас этой возможности? Кстати, обратите внимание, все авторитарные системы, все диктаторы, они первое, что делают, лишают человека возможности выбора. То есть мы видим здесь такую сатанинскую, дьявольскую идею, когда только одна линия, только одна партия, только одни продукты, только одна идеология, у человека нет возможности выбрать. Он должен идти и помнить, что слава и честь это только у нас дает нам КПСС. Я уже заговорил стихами. Поэтому видим, почему этот дар является самым важным, потому что от этого нашего дара, возможности выбирать, зависит наша жизнь или наша смерть. Поэтому дьявол и лишает ее, чтобы нас столкнуть в прорву зла. Вы, наверное, смотрели фильмы военные, где я смотрел фильм, сейчас я вспоминаю, о минерах, которые разминировали мины подводные. И там такой эпизод, когда минер должен был сделать выбор или красное, или черное, шнур, какой перерезать, потому что от этого выбора он не знал, где взорвется. Или он остановит детонатор, который запущен для взрыва, или же наоборот, он вместе с ним взорвется. От этого выбора зависела жизнь его, в первую очередь, и тех людей, которые были рядом с ним, кого, кто его окружал. Так и от нашего выбора зависит все. Помните, Господь сказал Адаму, он сказал, вот дерево добра и зла, в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, но от дерева добра и зла не ешь. Книга Бытия, 2 глава, 15, 16, 17 стих. Бог дал человеку выбор. То есть мы не можем говорить о том, что Бог заставил человека попасть в такое неловкое положение. На небе уже началось восстание. И поэтому Бог дает возможность человеку выбрать и говорит о последствиях. Если ты выберешь не тот путь, то ты погибнешь. Но ты выбираешь. Выбор за тобой. Мы видим, что та же идея прослеживается у Бога с Ноем. Бог хочет спасти весь мир, поэтому Нои строит огромнейший корабль. И ученые говорят, что там кроме 8 людей, которые спаслись на тот момент, могло бы войти огромное количество людей. Но люди делают свой выбор. Нои 120 лет проповедовал, проповедовал словом и проповедовал своим строительством, но люди не приняли этот выбор и погибли. Поэтому кто-то может говорить, как мы можем воспринимать Бога, который допустил гибель в Содоме, в Гаморе, гибель с потопом, с потопом, когда погибло столько невинных людей. Но важный фактор. Бог всегда дает возможность человеку сделать выбор. И он выбирает или жизнь, или смерть. Очень важно, когда мы с вами говорим, Господь говорит нам такие важные слова, что человек был создан по образу и подобию своему. То есть в нас есть отображение Бога. И Бог также всегда делает выбор. Он мог сделать выбор и не создавать нас. Просто жить в абсолютном тишине, в абсолютной темной вселенной. Но Бог есть любовь, поэтому он создает существа, дарует им свободу. И естественно, он понимает, что даруя выбор, он идет на какой-то определенный риск. И риск это в том, что люди могут не избрать его. Поэтому мы видим, что Господь любит и он не желает быть авторитарным и поэтому всегда дает нам свободу. Но он и понимает, что он несет ответственность за этот выбор. И поэтому, когда Адам и Ева согрешили или когда поднял восстание сатана, мы видим, что Бог не убегает в кусты, как Адам и прячется от проблемы и говорит, что я не виноват, ну как-то так само получилось. Мы видим, что что делает Господь? Он несет ответственность. Он принимает решение, что Его Сын также сделает выбор. Иисус делает этот самостоятельный выбор и принимает решение, что Он идет на эту землю, в эту землю, идет, чтобы спасти людей ценой своей гибели. Дорогие мои друзья, вы просто подумайте, Бог так же выбирает, как и мы. И Он мог бы выбрать, сказать, для меня Сын мой самый дорогой, я его не отдам. Пусть гибнут эти люди, человечки, пусть я еще других создам. Но для Бога мы так же ценны, как ценен Его Сын Иисус. И поэтому Бог делает невероятный выбор, и Иисус идет на Голгофу. И мы видим, как Иисус в Гефсимане делает этот выбор, насколько он для Него был тяжелый, потому что Он отдает свою жизнь, идет добровольно за людей, которые не ценят это, не понимают это. Посмотрите, что происходило на Голгофе. Поэтому мы видим, что в чем важность вот этого дара выбора, это то, что мы все несем ответственность, начиная от Бога и заканчивая нами. Поэтому ответственность людей, мы читаем книги Бытие 6 глава с 1 по 2 стих, о том, что когда стали умножаться сыны человеческие, тогда сыны Божии стали брать замуж, да, дочерей человеческих, да. те были красивы, выбор был вот за этим. Они стали брать потомков Каина, сыны Божьи, потомки Сифа. Они стали делать неправильный выбор и последствия, Бог говорил им об этом, вот, но люди игнорируют это последствия. Итак, кто-то может сказать, ну зачем нам эта свобода, она так нас обраменяет, особенно, возможно, то поколение, которое выросло при Советском Союзе, где все было в строй, все было в ногу, когда не было большого выбора, когда на выборах депутатов ходили и голосовали за одного человека, вот такой был выбор, да. И помните, в Египте тот же самый был момент, когда израильтяне вышли из Египта, они потом стали кричать Моисею, говорить о том, что там у нас было в Египте и мясо, и молоко, и мед. Они начинают так вспоминать ту жизнь, когда они были рабами, и они называют, что вон там, в рабстве, у нас была свобода, а сейчас, когда мы вышли из рабства, мы потеряли свободу, но мы хотим разломать вот иллюзию сатаны. Сатана хочет нас убедить, наш выбор, это, это не свобода, вы рабы, он перекручивает все, что дает Господь, говорит Господь. На самом деле, выбор, это и есть наша свобода, выбрать или Бога, или же отвернуть Его. Поэтому Бог предоставляет нам эту свободу и говорит, выбери, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот выбор, дабы всякий верующий. Выбирай, это твоя свобода. И мы видим, что для Бога это является самым ценным, потому что это божественное качество, которое Он нам его подарил. Только свободные существа, только существа, которые имеют разум, могут выбирать, которые живут не за инстинктом, не за желаниями, а которые живут выбирая, принимая правильные решения. А сатана, наоборот, у нас забирает это право. И Он говорит о том, что ваше рабство это свобода. Помните, в Эдемском саду, когда Ева стояла перед выбором, сатана говорит, слушайте, будешь как Боги, нет, вы не умрете, потому что станете как Боги совершенными. Он ее подталкивал к тому, что твоя божественность будет в том, что ты будешь делать все, что угодно, тебе не нужно оглядываться на Господа и принимать какие-то важные решения за Бога или против Бога. Ты будешь сама Богом, ты сама будешь принимать собственные решения. На самом деле, Он таким образом ее толкнул в это рабство греха, когда часто мы являемся жертвами наших желаний, а не жертвами правильного выбора, когда мы выбираем совершенно не то, что Господь для нас предусмотрел. Поэтому свобода в кавычках сатаны привела к тому, что мы, наоборот, стали рабами, то есть лишились выбора, стали рабами как духовно, так и физически. И так рабство это лишение нашего выбора. И поэтому, как я и говорил ранее, все диктатуры строятся на том, что забирают у человека свободу. Делать то, что он считает правильным, делать то, что, как ему верить, как ему молиться, как читать Священное Писание. Поэтому в Евангелии на 8 глава 34 стихе Иисус сказал такие слова. И Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть и раб греха. Ты не можешь быть полностью свободной, когда грех давлеет над тобой. Ты часто подвергаешься тому, что влечет тебя. Как человек, который зависим, алкоголь, например, наркотики, он не может остановиться, потому что делает то, что толкает его делать зависимость. Это желание ведет его к этому ужасному состоянию. Поэтому, что мы можем делать в нашем состоянии рабства? Когда раб не может ничего сам принимать решение, когда он зависит от своих желаний, от своих каких-то зависимостей или проблем или грехов, Бог дает нам великое напоминание. Он обращается к рабам и говорит, рабы, вспомните, что у вас есть выбор. Вы можете выбирать быть или со мной или без меня. Дьявол говорит, что у вас нет выбора, вы обречены, но у вас этот выбор есть. Посмотрите в послании к римлянам, 6 глава, в 16 стихе Павел говорит так. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. То есть, ваш выбор, кому вы отдаете себя на послушание, выбираете чью сторону, тем рабом вы и становитесь. Того вы рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. То есть, опять, если в глобальном мы посмотрим, мир разделен на два полюса, Бог или сатана. Кому вы отдаете себя, посвящаете себе, себя, тому вы становитесь рабами. Но рабство у Бога, это рабство свободы и любви, а рабство у сатаны, это рабство гибели и рабство смерти. Поэтому апостол Павел говорит нам об этом важном моменте. Это момент, когда я могу выбирать. Я для себя стою на этом раздорожье, распути, и я могу выбрать или пойти за Божьим Словом. У меня есть это право, есть возможность. Даже помните, в Евангелии мы читаем историю, когда один человек, которого сын был одержим, Иисус был на горе, там гора преображения, он спускается, ученики в это время пытались изгнать бесов, не получалось, там Христос их упрекнет, учеников за маловерие, а потом он обратится к этому сыну и скажет, веруй, что я могу это сделать. Он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. То есть он интересный момент, он показывает, Господи, я хочу сделать этот выбор, ну помоги мне сделать этот выбор. Это тоже очень важный момент, когда человек в зависимости, когда ему тяжело вырваться, первое, с чего он должен начать, с того, что признать, что он в зависимости, признать, что ему тяжело освободиться от какого-то неправильного поступка, да, и второй момент, Господи, помоги мне, помоги мне, потому что мне тяжело сделать этот выбор. Бог придет на помощь. Поэтому смотрите в книге Иисуса Новина, 24 глава, 14-15 стих, это уже концовка этой книги, мы видим, как Иисус Новин обращается к народу, он уже престарелый, и он напоминает о выборе. Он говорит, что мы пришли в землю, где есть языческие народы, которые поклоняются языческим богам, и они их заведут в другую сторону гибели, своеобразное, свое дерево добра и зла. Поэтому смотрите, как он говорит, и так бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и в искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, а служите Господу, Яхве. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне, кому служить, богам, ли которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам и мореев, в земле которых живете, а Я и Дом и будем служить Господу. Вы замечаете, у Иисуса Навида нет авторитарности. Нет, мы только так. Он говорит, конечно, лучше выбирайте то, что есть жизнь, но в то же время сами выбирайте. Это, говорит, ваш выбор. Но Я этот выбор, Он говорит, сделал. Я и моя семья, мы будем служить живому Господу. Поэтому мы видим, что на протяжении всего истории Израиля, когда они особенно отступали от Бога, Бог посылал им пророков. И по сути, вся вещь пророков звучала в одном. Это я взял слова Иеремии, который говорит такие слова накануне гибели Иерусалима. Он говорит, зачем вам умирать? Зачем вы слушаете не тех пророков? Выберите Бога. Выберите спасение. То есть еще этот момент. Вы можете это сделать. Выбирайте всегда Господа. Поэтому мы видим, когда Иисус находится в пустыне, и дьявол его искушает, почему Христос побеждает в этой искушении? Он всегда делает выбор в сторону Бога. Не в сторону того, что я хочу. А дьявол именно на этом играет. То, что ты хочешь. Ты хочешь кушать? Ну давай, сделай камень, из камня хлеб, да? Он делает, выбирает всегда выбор. Так говорит Господь. Так написано в Писании. Он всегда выбирает Господа. Он пользуется этим правом. Таким образом он может противостоять сатане, потому что он говорит, так написал Господь, так сказал Господь, и я выбираю его, я делаю этот выбор. Поэтому мы видим, что во времена гонений, когда христиан лишали домов, или даже самое страшное, они должны стать перед выбором поклониться императору, как Богу или Христу, и они делают выбор, выбирают Христа и понимают, что их убьют. Почему они это делают? Потому что они знают, что выбор правильный, и они воскреснут в воскресенье, которое Господь приготовил для них. Поэтому, когда мы читаем в книге Откровения, люди, которые примут начертание на чело и на руку, люди, которые примут знак Антихриста, это те люди, которые сделали свой выбор, они отвергли Слово Божие и приняли это начертание. В отличие от тех, кто будет запечатлен и сделали выбор в сторону Бога, в сторону Божьего закона, Божьей заповеди, Божьей благодати. Сегодня нам с вами каждый день выбирать или Христос, или Сатана. Мы когда-то с вами сделали выбор и крестились, мы не могли не принимать крещение, не вступать в завет, а мы сделали этот выбор. Возможно, кто-то нас смотрит и думает об этом, и поэтому сделайте это решение, примите важное решение заключить завет с Господом. Это ваше решение стать Божьими. И поэтому, когда мы стали Божьими, мы уже на его стороне, у нас уже есть защита. Пользуйтесь теперь тем, что вы каждый день выбираете Христа. Вам выбирать, читать Библию или нет, вам выбирать, молиться или нет, вам выбирать, противостоять дьяволу или нет. Это ваше право. И вам Господь готов помочь, когда дарует Святого Духа, чтобы мы могли противостоять этим испытаниям. Бог помогает нам всегда делать правильный выбор. Дорогие друзья, самое важное, что нам дал Господь, это нашу свободу выбора. Ценить это право. Помните, Христос сказал, я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями. У вас есть право выбирать Иисуса и быть Его другом. У рабов этого права нет. Воспользуйтесь этим правом, стать другом Христа. Воспользуйтесь вашим правом молиться, читать Библию, ходить в храм, посещать богослужения. Воспользуйтесь вашим правом быть с Божьим народом, потому что это право дает Господь. Я думаю, что сатана кому-то говорит, слушайте, зачем тебе ходить в церковь? Ты смотришь телевизор, ты смотришь интернет, ты можешь всю субботу смотреть разных проповедников. Сиди дома. Но я хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, что церковь, не бывает церковь по телевизору. Это иллюзия, когда говорят, что мы телевизионный или интернет церковь. Настоящая церковь, когда они собираются вместе. Поэтому ваше право, ваш выбор, выбрать Господа и пойти в церковь. Вместе молиться, вместе поклоняться Богу. И не слушайте лукавого, который говорит, сиди дома, у тебя чаю, у тебя диван, ты можешь в постели смотреть. Это можно понять, когда человек болеет, но когда он не болеет, слушай Бога, который говорит тебе, встань, оставь свою постель и иди в Божий дом. Это ваш выбор. Это выбор Господа. Воспользуйтесь этим выбором. Пусть Господь вас благословит. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Святой наш Господь и Бог, мы очень благодарны Тебе, что сегодня мы можем размышлять над Твоим словом, можем молиться, изучать Священное Писание. И мы благодарны за чудесный выбор, который ты нам сегодня дал. Выбор выбирать. Выбирать быть с Тобою, быть с Твоим народом, быть в церкви. Благослови, пожалуйста. Вдохнови Господь тех, кто поразился этой болезнью через наш коронавирус, через карантин, болезнью дивана, диванной болезни. Помоги Господь им оторваться и сделать свой выбор и пойти за Тобою, Господь. Благослови, пожалуйста. Благослови тех, кто болеет, в тот дом. Помоги им молиться, выздороветь и самое главное, искать желание быть в Доме Твоем, как это делал Давид, который говорил, больше всего я хотел быть в Доме Твоем. Боже, благослови, пожалуйста. Мы это просим во имя Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова